А вы знаете, что Иисус Христос не исцелит ни нас, ни вас? Это не атеисты придумали, а об этом написано в Святом Евангелии. Поясняю. Не исцелит от болезни – это значит вероятность исцеления сверхъестественным способом, с помощью христианской веры или христианских религиозных обрядов, ниже статистической погрешности. Во время Иисуса Христа у людей было плохо с математикой, и они реально не умели решать задачи по теории вероятности. То есть Иисус Христос много кого исцелял, и для современников это было очень круто. А поделить количество исцеленных на количество подходящих за исцелением и умножить на 100% современники Иисуса Христа не умели, по крайней мере, в основной массе населения. Например, в истории про исцеление расслабленного возле овечьей купели, где было много разных больных, и в какой-то момент вода возмущалась, становилась целебной, и вот к этому водоему пришел Иисус Христос и исцелил там всего-навсего одного расслабленного человека. А все остальные болейте дальше или лечитесь на общих основаниях. Количество ожидающих исцеления – это константа. Вероятность исцеления конкретного человека через Иисуса Христа равна 1 делить на количество ожидающих исцеления умножить на 100%, а вероятность исцеления без Иисуса Христа в ситуации возле овечьей купели равна общее количество возмущений воды и становления этой воды, соответственно, целебной, делить на количество ожидающих исцеления и также помножить на 100%. Получается намного больше, чем с участием Иисуса Христа. Получается, что расслабленному выгоднее было бы привезти с собой здорового мужика, который всех растолкал бы и окунул его первым в святую воду, чем ждать, когда придет Иисус Христос. Таким же самым образом вычисляется вероятность исцеления чудотворными иконами и всякими косточками и тряпочками по имени святые мощи, выставленными на поклонение в храмах, хоть в средневековье, хоть в наше время. Причем святой Евангелий – это, безусловно, авторитет для христиан, а в чудотворные иконы христианин верить не обязан, а в некоторых конфессиях Евангелие и Христос есть, а икон нет. А с точки зрения христианского богословия, смысл христианства – не чтобы сверхъестественным образом лечиться или получать какие-то иные материальные блага, а чтобы получить блага в загробной жизни, то есть попасть в Царство Небесное. Все исцеления, которые совершал Иисус Христос, нужны были только чтобы привлечь внимание к личности Иисуса Христа и к тому, что Он говорил. Напомню смысл миссии Иисуса Христа с точки зрения христианского богословия. Это чтобы Христос был убит конкретным способом в конкретное время, потом чтобы Он спустился в мир мертвых, неся вместе со своей человеческой природой туда еще и свою божественную природу. Пока Иисус Христос был в загробном мире, Он там что-то переделал, да так, что для последователей Иисуса Христа загробная жизнь будет лучше земной, ну а затем Иисус Христос воскрес, вознесся на небо, и вместо него начал уже действовать Святой Дух. Возникла новая религия по имени христианство, и религиозная организация, обслуживающая эту религию, по имени Христианская Церковь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова